Приветствую вас, меня зовут дядя Митя, и мы сегодня отправились в небольшое путешествие в Липецк. Сегодня нас ждет увлекательное путешествие, это в зоопарк и на Кудыкину гору. Она прославилась на всю Россию, давайте ее посмотрим, а сначала пройдем в зоопарк. Люди также купаются здесь, хотя мы говорили, что блин, но нигде не купаются в фонтанах, кроме как в Воронеже. Нет, это я могу вас уверить, везде купаются, потому что сейчас находится, блин, невыносимая жара, 28 градусов, солнце светит, можно солнечный удар получить. Почему не залезть бы в воду? Очень красивая здесь площадь, также за моей спиной, или даже не за моей спиной, вы можете увидеть здесь памятник. Петру Первому. Классно сейчас. Сейчас мы отфоткаемся, пофоткаемся и продолжим нашу мини-макси-экскурсию. Мы идем в зоопарк. А чтобы пройти в зоопарк, нам нужно пройти через парк. Парк Нижний. Здесь можно прийти с всей семьей, погулять, подышать свежим воздухом, а также здесь делали благоустройство. Мы зашли в зоопарк. Тут обязательно надо будет заходить в масках. Дезинфекция. Да, дезинфекция рук, также температуру имеют, ну как везде. Потом заходите, можете дальше пройти уже, снять. А что, так, черные лебеди? Да, нет, не знаю. Плавают. Так, водоплавы. И еще есть также здесь много всяких разнообразных животных. Мы должны их посмотреть все и вам показать. Обязательно, обязательно вам показать. Тут тоже никуда не дед. 300 видов. А вон розовый фламинго. Где сейчас закат? Ой, а я была, ну давно-давно еще ребенком была в московском зоопарке. И там улы очень много. Мы подошли к стенду с черепахой. И вон она спит у нас. Ну не спит, даже шевелится немножко. Она огромная. Огромная. Также у нас воронежище есть. Озеро черепах, надо туда съездить. Но там еще и змеи, блин, страшно. Я боюсь. Страшно. О, медведь. Мишка. Блин. Слабиться. Мишка. Идем теперь к витражам шимпанзе, обезьяны. Ну, блин, представляешь, какая там жара у них. Ужас. Кондиционер нужно. О, красножопой. А ваня, ну, в Симбион был. Она просто выцеплялся. Да, Сереж? Там ваня, ты на кашу. Сейчас мы дойдем. Да. В Симбион был. Да, наверное. О, она мелкая. О, блин, тоже в тенечке, тоже жарко. Вон она сверху еще, тоже жара дикая, блин. Просто дикая жара. Я вообще не представляю, как они вот за стеклом сидят. Дальше идем к царям. Хищным животным. Тигр. Осень. Для тигра последний раз видела, когда я там была, и у нас приезжал в зоопарк к нам. Да, кошечка, да? Таких размеров. Блин. Блин, кошечку заводить. Я не представляю. Страус, да? Да, страус облезла немножко. Жарко, наверное, водой поднимает. Здесь что-то никого нет. Здесь даже никого не посмотрим. Вот тоже еще один тигр, где-то там вдалеке, если вы увидите его. Вон она лежит с открытым в том. Дышит. Также здесь, опять же, птицы находятся ряда. А я хочу снимать. Ягуаш. Блин, вот тоже, да, решетка есть, как бы, да? Ну, вот посмотрите, вот как можно увидеть то, что там вот это вот животное. И вот он еще один. Умывается, лежит. Да. Давайте так вот кисточку сделаем. Давай. Проснемся, а мы уже съедены. Кому уже было? Я думаю, такой, знаешь, вот еще кисточка лежит вообще просто, бля. Это львица. Вообще без движений лежит просто. Вот он царь зерей. Львы. И, и, вон он. Вот это львица или нет? Где львица? Смотри, почему как в клетке тут грустно. А, да? Сэр. А он ведь водится там в джунглях, в лесу, да? Или где там? Вон так. Рысь. Саван, да? Рысь. Блин, вот за решеткой, ну ничего не увидишь. Ну ничего. Вообще вон там они лежат тоже, спят, отдыхают. Ну жарко, блин, жарко все-таки, как не крытье. Да, не подойти к ним поближе, не посмотреть. О, челокиса. Не сфотографировать как следует. Теперь по вольерам, где находятся у нас лошади, да? Пони. Пони вот здесь вот находятся они, вот едят, короче. Ну все, что полагается. Маленькие пиджаки. Да, можно домой завести. Кто хочет себе пони, заводите обязательно. Зачем? Вот такая вот штука. А что, на работу можно ездить, удобно. Сел, тык-тык, поскакал, ест мало. Да, конечно. Зачем люди машины покупают, не понимаю. Что? Так, вот она. Вот что я хочу себе. Лошадь домашняя, видишь? Можно дома завести. Смотри, какая красавица. Мы с той стороны посмотрим ее, обязательно. А вот также еще одна. Ты где? Потому что он еще яблевый. Смотри, какая. Вот так вот, на ладошке, который не пил. Да, Мирон, милый геопатный. А, который плюется. Мам, геопатный. Еще не все. Вот эти вот животные у нас плюются. Ламы. Это ветер подолк. Кушать хочет, чтобы ее покормили. Вот она, еще одна ламка. Или не ламка. Кто это? Лама, да. Так, все. Теперь мы пойдем к волкам. Блин, да. Да, зоопарк, ну, здесь считается, да, один из больших зоопарков. А волк немножко старенький уже. Ну что, ужасно. Ну да, может, облазит просто. Ну, видно, что-то не получилось у него на природе. Что, что они попали в зоопарк. Вот они, волки. Вот он. Тоже слюна у него капает. Ужас. Блин, ну бегать надо. Бегать, бегать. Конечно, животные должны жить на природе. У нас сухо. Смотри, какой нос большой. Вот это у нас что, обыкновенная лисица? А это? Конечно, я считаю, тоже зоопарки как бы не должны вообще существовать. Но, блин, если животное не может жить в природе, то куда им одеваться? Они же не просто так сюда попадают. Их спасают. Да, вот эти вот. Прикольно. Их спасают все-таки, ловят в природе, которые уже травмированы, которые не могут жить в природе, поэтому они и попадают в зоопарки. Но некоторые рождаются здесь. Потом, куда их девать? Опять еще вопрос. Пытаются сбежать. Устроить побег. Но не получается. Теперь подошли к загонам, где находятся у нас козочки, барашки, блини. Как они бессил. Офиг. Пытели. Овечки, стой. С этой овечки. Ну, куда их все убежали? Погладите. По этой шляме все убежали. Практически как контактный зоопарк у нас находятся бизончики. Вон там. Лево, они стоят. А этот отвернулся от нас. Кушает. Кушает. Отвернулся. Не хочет сниматься, говорит, не буду я вам сниматься для вашего блога. Представляете? А чтобы он заснялся, надо поставить большие пальцы вверх. Так что не забывайте подписаться тоже на меня. Меня зовут дядя Дмитрий все-таки. Так, смотрите, еще зебры у нас-то, да? Ты никогда не виделась зебра. Да? А в мультике? В мультике. Мультик не считается. А фильм? Не считается. Мадагаскар. Я имею в виду в живую. Ну вот он, зебра. Ой, смотрите, прикольное какое животное. А ты что, ветеринар понимаешь, что ли? В животе у меня малышей разглядела, сколько, говорит, рожать будет. Пятнистый олень без роги. Межат такие, даже не смотрят на нас, представляете? Вот они, вот они, страусы побегали. Вот эти страусы, а тот был не страус. А вот олень линяет, смотрите, какие у него рога. Ой, красавец какой он. В домике? Ну пойдем. Смотри, ты где страусы. Такой у него хохолок такой. Что, хочешь? Вон он, наверху. Вообще красавец. Ужас. Глаза белые. Такой лжи прям. Вон они, вообще такие прикольные. Жирные. А это очень вкусно. Ну ничего, я не хочу. Ха-ха. А вот они голуби. Тут всякие разные. Интересные. Кто держит голубей. И может есть у кого такие. Да, 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 их много. Их большая разновидность же голубей. Пугай, как ты тут живешь? Зачетный зоопарк, конечно. Свети, погулять. Ребят, давайте дальше смотреть животных. Которых в Мадагаскаре. Да, вот оно. Здесь уже получит. А их там много. Там их вон. Хвостик подложил. Их там много. Там их три штуки. Вон они лежат. А, вон тоже обнимается. Блин, отсвечивается. Побывали мы сейчас в Липецком зоопарке. Довольно-таки так вдохновились. Получили заряд эмоционального, хорошего настроения. Посмотрели животных. Блин, шикарно на самом деле. Их огромное количество. Там просто идешь. И там детки маленькие такие. И волчатки, и цыплятки. Много животных разных. Разнообразие. Птицы, хищники. Я не знаю, обычные травоядные животные. Просто получили хороший заряд эмоций. Советуем всех посетить этот зоопарк в Липецке. Также вы посетите хороший здесь современный парк, где можно погулять, подышать свежим воздухом. Но главное не заблудиться. Потому что мы немножко запутали. И прошли несколько километров просто так впустую. Воздухом подышали. Воздухом свежим подышали. Посмотрели многовековые тополя. Я не знаю, там огромные. Нет, шикарно, конечно. Погулять сюда можно, приехать. Блин, вообще просто классно. Все чистенько, свеженько. Новый современный парк, в котором ты гуляешь и тоже получаешь удовольствие. Как эстетическое, так и просто удовлетворение моральное. Короче, также поставь лайк, если тебе тоже понравилось это видео и этот зоопарк. Не забывай. И подписаться там внизу есть. И колокольчики, и все остальное. Тоже делай, жми. Буду ждать от тебя комментарии. А мы сейчас еще поедем на Кудыкину гору. У нас целый сегодня, блин, день. Целый день сегодня в Липецке. И мы хотим здесь посетить практически все. Я не знаю там, блин. По максимуму. По максимуму. Ну, не все, конечно. Но вот зоопарк в первую очередь, конечно. И Кудыкина гора. Ну, это самые популярные места здесь, наверное. Да. Так что все, оставайся с нами. Продолжаем.